глупые вещи, которые люди часто пишут, ну, что, ну, жалко этих людей, к сожалению, это недостаток их воспитания. Относительно вашего образа, вы всегда выглядите очень ярко, красиво, сами ли вы создаете образ или обращаетесь к стилистам? Все зависит от ситуации, смотря какая работа, что мы делаем, если это видео работы, конечно, что стилисты, это вообще целый ряд людей, профессионалов, которые там делают, начинают волос, лица и отбор одежды. Если это какие-то более бытовая история, то, конечно, это я делаю самостоятельно, сама себе, оставляю место по креативитике, поэтому по-разному. В этом возрасте у многих детей начинается переходный возраст, его уже заканчивается, как вы с ним справились и каково быть мамой подростка? Ну, сложно, вот такой у него же период, ну, такой, знаете, шатает его, шатает от хорошего до плохого, то есть он в шатаниях сейчас. Ну, как бы держимся, крепимся, морально себе уговариваем какие-то вещи, ну, то есть сдерживаем эмоции. Как он увлекается? Есть ли у него театральные музыкальные? Нет, у него есть способностей, но желаний нет. Видимо, когда человек рождается в такой уж сильно творческой семье, вот ему хочется делать что-то другое, он увлекается японским языком. И любит вообще все, что касается Японии. И вот я думаю, что он будет свою жизнь как-то свяжет через японский язык, может быть, с этой страной или с тем, что вообще связано с Японией. Удивительно, потому что мы никто вообще в ту сторону, никто у нас никогда особо не смотрел. Я не знаю, почему. Сергей всегда находится в отличной спортивной форме. Как вам удается держать себя в форме и расстраиваетесь ли вы от лишнего килограмма лица? Нет, не расстраиваюсь совершенно, потому что я понимаю, что у всех спортсменов, даже самых таких, которые покоряют олимпийские вершины, есть и такой период межсезонья, когда они тоже себе позволяют расслабиться. Вот поэтому у меня появляются пару лишних килограммов. Я всегда говорю, что это межсезонье, потому что будет период, когда они будут собраться, и эти килограммы, поверьте, так быстро улетают на стрессе, на каких-то таких эмоциональных перегрузках, что я по этому поводу не запарилась. А то, что Сергей всегда в хорошей форме, ну, во-первых, это в его стиле жизни, он по-другому уже не понимает, как можно жить. Он просто с самого детства выбрал себе такой путь. Ну и плюс, конечно, такой для меня большой пример, что как надо делать. Назад вы открыли салон красоты? Ой, это давно было, это уже не несколько лет. Это было давно, первый салон открылся в 2008 году, то есть, понимаете, это уже 11 лет. Ну, я помню, что у вас еще второй открывалось. Потом мы по второй открыли, вот знаете, до кризисных вот этих всех моментов вообще было все прекрасно. После того, что произошел очередной вот этот кризис, кризисный скачок, конечно, такой салонный бизнес, он, ну, это такое хобби, если так уж смотреть, это не вид. А вы думаете, что обитать в мире шоу-бизнеса очень непросто? С какими трудностями вы сталкивались за год своей карьеры и сталкиваетесь с этим, как я не то сейчас? Ну, люди, которые в шоу-бизнесе вообще варятся, они люди какого-то другого сорта. Я, конечно, случайный человек в этой индустрии. Уже много-много лет я нахожусь внутри этого всего, но делаю выводы, что я совсем другой по своему восприятию мира, жизни. Вот я не, как говорят, вот все люди, как люди, я суперзвезда. Получается, что я, как бы, вроде бы суперзвезда, но при этом я вот очень-то какой-то человечный человек. То, что непозволительно в нашем мире. Здесь должны быть все жесткие, все должны быть эгоистичные, эгоцентричные, капризные. Вот это да, вот это да, да. Петли поцелуи, твои затянули, не знаю, вдохнули, если вдруг отпустишь. Петли поцелуи, твои затянули, не знаю, смогу ли, манишь или губишь.